Игромания представляет В сиквеле перед нами непривычное средневековье, но раннее возрождение, если проводить параллели с реальной историей. Авантюристы, разбойники и прочие непоседливые граждане таскают с собой пистолеты, а крепостные стены и борта кораблей щетинятся стволами пушек. Свои интересы отстаивает могущественная торговая корпорация, а в воздухе витает дух индустриализации и юного еще капитализма. Сюжетно Pillars of Eternity 2 прямое продолжение первой части. Хранитель остановил заразу пусторожденных, обосновался в собственной крепости и даже успел пожить мирной жизнью. Но тут один местный бог вселился в гигантскую статую и с непонятными намерениями отправился бродить по миру, попутно уничтожая поселения и сотнями убивая людей. Мы беремся остановить зловредное божество, тем более, что оно начало свою прогулку с разрушения имена нашего замка. При создании главного героя мы можем, как в старые добрые времена, задержаться в различных меню на час-полтора. Система здесь богатая и вариативная. Разные герои будут ощущаться в прохождении по-разному. И это касается не только класса. Выбирая происхождение, будьте готовы к тому, что в зависимости от того бродяга вы или аристократ, вам помогут или помешают, а в диалогах появятся или исчезнут хлесткие фразы. Особенно радует обилие перков и пассивных умений, изучаемых по мере набора опыта. В классических двумерных РПГ воины, варвары и прочие любители контактного боя были как-то обделены приемами и трюками. Куда интереснее было развивать колдунов и жрецов. Pillars of Eternity 2 предлагает внушительное древо умений для каждого класса. Варвар, к примеру, может выполнить прыжок в духе Халка и оглушить нескольких соперников. А волшебник заставляет полученные врагами раны загораться губительным пламенем. Вскоре под нашими знаменами собирается пестрая команда храбрецов. Соратники, как в лучших образцах жанра, имеют свое мнение о любом событии. По-разному реагируют на поступки и слова главного героя. Их уважение и доверие может расти или уменьшаться. Если сопартиец особенно впечатлен вашими действиями, он даже может достать припрятанный на черный день артефакт или драгоценность и вручить вам. Некоторые члены партии порадуют персональными квестами, именными предметами и умениями. Свобода выбора нашла себе место и здесь. При приеме в группу мы сами определяем класс или подкласс союзника. Все участники команды напрямую контролируются и прокачиваются лично вами. Кроме того, мы можем отыскать пополнение для партии в самых неожиданных местах. Например, на одном из островов работает банщиком в доме терпимости немолодой, но шустрый гном Константин. И он с радостью сменит опостылившее место работы. А в портах и поселениях хранитель может пригласить на службу наемников. Их мы создаем с нуля, как и главного героя. Таким образом, перед игроком открывается возможность собрать команду своей мечты, калибруя партию под свой стиль прохождения. Значительная часть геймплея проходит в диалогах, и часть эта отменно реализована. Каждый обмен репликами, ключевой для сюжета или бытовой, содержит несколько вариантов, дающих разные последствия. Блистая красноречия, мы продвигаем вперед сценарий, располагаем к себе NPC и формируем свой характер. Бои в игре довольно напряженные. А о заранее безнадежных битвах игра предупреждает специальным символом с черепами в журнале квестов. Прежде чем браться за такое задание, следует подкачать партию, раздавая тумаки зубастой и когтистой мелочи. Немалое значение имеет стелс. Здесь перед нами полноценная механика скрытых диверсий и разведки. Перейдя в режим тихого перемещения, мы можем видеть радиус слуха и сектор обзора неприятеля. Отыгрывается стелс живо и увлекательно. Подобной системы очень не хватало в легендарных Baldur's Gate и Icewind Dale. В целом исследованию локаций и общению уделено больше времени, чем лихим зарубам и коварным ударам в спину. Что не отменяет того, что боевая часть Pillars of Eternity 2 удалась как сложная тактика. Еще одна часть геймплея исполнена в виде интерактивной книги. Некоторые действия, будь то попытка взобраться на крепостную стену или проплыть по затопленному тоннелю, мы выполняем, получая текстовое описание с красочными иллюстрациями, выбираем один из предложенных вариантов и читаем о последствиях. При этом активно используем спецспособности и содержимое инвентаря. Подобная механика была опробована еще в первой игре. В сиквеле таких сценок, пожалуй, больше. Листание интерактивных страниц разнообразит прохождение и ощущается довольно необычно. В 2018 году такое мало где встретишь. Действия сиквела разворачиваются на обширном архипелаге с гостеприимным названием Deadfire. Поэтому без надежного судна не обойтись. Корабль — наша передвижная база и боевая единица. Ему нужен уход и повышенное внимание. Для этого мы запасаем ремонтные материалы, закупаем улучшенное снаряжение и вооружение, следим за боеприпасами. А недостаток воды и провианта может привести к бунту среди экипажа. Моряки, к слову, в походах набираются опыта. Бывалый боцман поддержит на борту железную дисциплину, организует при необходимости борьбу с пожаром во время боя и устранит любую морскую напасть. С неопытным или неполным экипажем выходить в океан попросту опасно. Благодаря этому менеджмент нашей шхуны — полноценная игра в игре. При столкновении с пиратами и в шторм перед нами открывается уже знакомое текстовое приключение. При всей обманчивой простоте эта часть геймплея отличается немалой гибкостью и может не на шутку увлечь, особенно если вы помните старые текстовые игры. Морские приключения стали главным отличием от первой Pillars of Eternity, и это нововведение стоит однозначно приветствовать. Выглядит проект великолепно. Аккуратные модели, фантастические декорации, буйство красок и выдержанный художественный стиль — всё на своих местах, всё работает на погружении игрока в магический мир. Внимание к деталям порой колет в самое сердце. По комнате кружатся в лучах солнца пылинки, храм освещается тысячами свечей. На столах в корчме можно рассмотреть, какое именно блюдо подано прислугой. По сравнению с первой частью «Прогресс» продолжение скорее количественной, чем качественной. Нет нового графического движка, интерфейс всё так же копирует хиты конца 90-х, а многие персонажи пришли прямиком из прошлой истории о «Хранителе». Но количество контента и просторы игрового мира не позволяют назвать сиквел проходным. Создатели проделали просто колоссальную работу. Если вы любите РПГ старой школы, то перед вами игра с большой буквы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова